Санкт-Петербург Принятие всевозможных репрессивных законодательных инициатив и дальнейшего ограничения прав граждан, на которые власть была щедра все последние годы и без этого. Мы считаем, что то, что отдельные наши коллеги идут по пути закручивания гаек и пользуются этим событием для того, чтобы продвигать свои идеи дальнейшего запрета всего и вся, крайне порочной практикой. В частности, буквально вчера уже одним из депутатов от партии власти было озвучено предложение на этом фоне запретить феминизм. Понятное дело, что, как и любое крупное политическое течение, феминизм имеет в себе много подвидов. Есть, наверное, какие-то радикальные, действительно не очень приемлемые формы, в том числе и, может быть, даже ориентированные на Запад, то, к чему очень любят апеллировать наши доморощенные турбопатриоты. Но нужно понимать, что, ведь, вообще-то, изначально феминизм рождался как борьба за права женщин, за избирательные права, за социально-экономические права. Ну, давайте посмотрим объективно, что в нашей стране с точки зрения социально-экономических прав, как женщин, да так и мужчин, уже все давно решено. Да нет этого и близко. У нас очень остро стоит проблема бедности, крайней недофинансированности труда, чрезвычайно трудно получить жилье, доступность медицинского обеспечения постепенно тоже снижается на фоне коммерциализации здравоохранения и так далее, и так далее. То есть эти самые базовые права, на отстаивании которых, собственно, зарождалось это движение в защиту правых женщин, и которое по-прежнему очень актуально, вот сейчас предлагают все это скопом объявить экстремистской идеологией и под эту сурдинку, соответственно, все запретить, всех разогнать, так сказать, там, объявить иноагентами что-то еще и так далее. Ну, на наш взгляд, это совершенно неправильный подход. Если уж заниматься там пресечением деятельности каких-то нежелательных организаций, которые действительно могут представлять угрозу, ну, во-первых, это прерогатива не только и даже не столько Государственной Думы, для этого есть специальные службы, которые, вообще-то, получают довольно серьезное финансирование из государственного бюджета, и которые, собственно, подолгу и положено предотвращать террористические акты, пресекать действия каких-то экстремистских радикальных ячеек и тому подобное. Но, на наш взгляд, совершенно недостойно и неправильно то, что пытаются это трагическое событие использовать для того, чтобы еще больше усилить накал запретительных мер. Это очень гнилой подход, и, на наш взгляд, от него властям пора отказываться, потому что у нас очень часто бывает так, что под предлогом защиты прав детей или борьбы с терроризмом принимают меры, которые ограничивают права граждан, вводят тотальную слежку за гражданами, значит, объявляют там во всех смертных грехах и тому подобное. Власти гораздо больше стоило бы озадуматься тем, чтобы все-таки улучшить реальное положение большинства наших сограждан. Ведь столько есть социально ориентированных инициатив, которые уже давно ждут своего принятия, но власть от них почему-то отмахивается. В частности, сегодня в повестке дня планируется рассмотрение проекта закона о том, чтобы, наконец, все-таки уже на федеральном уровне узаконить и признать статус представителей поколения детей войны. Это очень актуальный вопрос. Количество граждан, которые относятся к этой категории, исчисляется миллионами. В нашей трактовке мы считаем, что все, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, должны официально быть отнесены к поколению детей войны и получать соответствующую ежемесячную выплату в 5000 рублей. Да, это может быть и не так уж много, но, во-первых, для пенсионеров, которые без того имеют крайне скромные доходы, это весьма существенная сумма. А самое главное, это все-таки признание статуса, это элемент уважения, что государство, наконец-то, отдает должное представителям этого поколения, у которых Гитлер отнял детство, потом были достаточно непростые молодые годы, связанные с необходимостью упорного труда на Ниве, восстановление нашего народного хозяйства. А получается, что сейчас даже достойную старость у них отнимает уже действующая партия власти. На наш взгляд, это абсолютно неправильно, что власть отмахивается от этого предложения, от этой инициативы. Вносится он уже, по-моему, восьмой раз, даже девятый. Поэтому то, что вообще такая социальная тема не встречает поддержки у правящих кругов, при том, что вот кого не послушай, каждый день все твердят, как они заботятся о благе народа, как они собираются повышать те или иные социальные трансферты, как они будут помогать представителям, так сказать, тех или иных поколений, молодым семьям, так сказать, инвалидам, пожилым гражданам. Но на деле, когда доходит до голосования, все устраняются и поддержки такая инициатива не получает. Хотя, казалось бы, движение в эту сторону медленное, постепенное, недостаточное все-таки происходит. Уже более чем в 40 регионах в той или иной форме региональными законодательными актами статус детей войны признан. К сожалению, опять же, в условиях отсутствия федерального регулирования по этому вопросу в части субъектов федерации закон принимается в таком усеченном виде и зачастую даже довольно неполноценном. В частности, в Москве власти пошли по, на наш взгляд, крайне неправильному пути. Да, был принят соответствующий закон, мы боролись за то, чтобы его принятие состоялось. Но его сделали как бы не до конца доведенным до ума. То есть, власть мало того, что отклонила инициативу КПРФ, потом перенесла от депутатов от власти свой вариант закона о детях войны и сделала так, что получателями вот этих небольших выплат, там порядка 2000 рублей, станут только те граждане, которые не имеют каких-либо иных льгот. Ну, то есть, не являются, например, инвалидами или ветеранами труда многих москвичей. Это сильно обидело. Потому что ведь дело-то не только и не столько в деньгах, я повторяюсь, дело в уважении. Ну что, человек, если он заработал упорным трудом статус ветерана труда, он что, от этого перестал быть представителем поколения детей войны? Нет, конечно, не перестал. Статус должен быть признан, должна быть отдана эта дань уважения. Но нет, этого не происходит. Закон предусматривает, что выплаты получает там только примерно каждый девятый. Конечно, это абсолютно несправедливое, неравномерное распределение, и мы считаем, что так действовать нельзя. Поэтому сегодня будет рассматриваться в Государственной Думе в очередной раз все-таки именно общефедеральный закон. Мы будем добиваться того, чтобы нас, наконец, услышали, и партия власти перестала прятаться за кнопками, не нажимая на соответствующее решение о том, чтобы проголосовать за, и тем самым устраняясь от голосования. Понятное дело, что контрольный пакет голосов находится в руках наших политических оппонентов, но мы считаем, что при поддержке общественности, при поддержке широкого слоя представителей детей войны, мы обязаны и дальше добиваться принятия этой инициативы, потому что это правильно, и это отражает суть нашего подхода к социальному обеспечению граждан. Это не единственная инициатива, которая сегодня будет рассматриваться. Мой коллега Алексей Владимирович Куринный расскажет и о других законопроектах в сегодняшней повестке дня. Действительно, есть ошибочное мнение, что в период СВО, период тяжелой ситуации, которая сложилась в стране, про социальную политику необходимо забыть, отложить ее на второй план, ну и, собственно, практически поставить крест. На самом деле это абсолютно неверный подход, потому что социальная политика, точно так же, как и развитие экономики, это базовые элементы для любого государства. Без развития экономики, без новых подходов, без пересмотра существующей системы, говорить о каких-то успехах, в том числе и на фронте, очень сложно. Я думаю, последние события об этом как раз и свидетельствуют. В этой связи, безусловно, рассмотрение закона о детях войны, оно своевременно, оно необходимо, потому что тот перечень или тот набор разного рода нормативных актов, который принят в разных субъектах, он не отражает сути федерального звания. Эти люди работали на всю страну, эти люди переносили сложности, независимо от того, где они жили. В городе Москве, где 2 тысячи рублей это мало, или в каких-то других регионах, где вообще выплачивается тысяча рублей один раз в год, в Дню Победы. Это должны быть равные, одинаковые условия, позволяющие нашим старикам, тем, на кого упали вот эти все невзгоды, те, кто переносил их, те, кто отстраивал страну, получили достойное, в данном случае, содержание от государства. Поэтому, безусловно, законопроект должен быть принят. Точно так же, как и законопроекты в сфере здравоохранения, я напомню, что мы в настоящее время, фракция разрабатывает практически уже на выходе, закон, который вводит в данном случае всеобщее лекарственное обеспечение для страхования. Когда любой гражданин Российской Федерации по опыту практически всех развитых стран, независимо от того, к какой группе он принадлежит, является он инвалидом или не является, страдает он каким-то заболеванием или не страдает, если против его болезни существует эффективное лекарство, значит, он должен получать его от государства, либо бесплатно, либо за символическую плату. Абсолютно понятно, что данный законопроект длительное время получал, и его проекты в разном варианте до этого вносимые получали, отрицательное заключение правительства Российской Федерации исключительно на одном основании. Это требует дополнительных финансовых затрат, порядка там 400-500 миллиардов рублей. Но если мы проанализируем отдачу от этих самых затрат, если мы переложим это все в сохраненные человеческие жизни, в сохраненные годы, когда человек будет трудиться, в сохраненные в данном случае средства, когда человек не будет госпитализироваться ввиду необходимости на дорогостоящие методы лечения, то получается, что каждый рубль, вложенный, например, в здравоохранение, приносит в последующем 6 рублей экономического роста для нашей страны. И поэтому ни здравоохранение, ни образование, ни наука не являются какими-то черными дырами, куда вкладываются деньги, откуда не получают никакой отдачи. Наоборот, если не вкладывать в эти направления, если не вкладывать человеческий капитал, не вкладывать в современные знания, говорить о развитой стране, говорить о прорывах, говорить об инновациях, абсолютно бесполезно. Мы об этом уже говорим не один год, мы и говорим об этом в рамках принятия бюджета, но, к большому сожалению, встречаем пока сопротивление, далеко не обоснованное сопротивление. Более того, наши идеи, в последующем некоторые наши идеи, аккуратненько перефразируются и вносятся потом от имени уже правящей партии. Для понимания вам, совсем недавно «Единая Россия» вроде как выступила с инициативой заложить дополнительные 10 миллиардов рублей на обеспечение необходимыми лекарствами кардиологических больных. Я напомню, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас находится на первом месте. Между тем, в рамках принятия бюджета нами были внесены конкретные поправки именно такого содержания. Мы предлагали увеличить финансирование на кардиологических больных, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, на лечение больных с сахарным диабетом, на лечение больных с гепатитом С, и это бы сохранило десятки тысяч жизней россиян. Это бы, безусловно, благоприятно повлияло на демографическую ситуацию, это, безусловно, повлияло бы на экономическую ситуацию, но все эти поправки были цинично отвергнуты в рамках принятия бюджета, а теперь они вносятся, как некое такое предложение отправящей партии, частями, естественно, маленькими частями, которые, вот, вроде как, нужды профессионалов, вроде как требования народа, по факту неоднократно уже ими были отвергнуты, хотя решение можно было принять, и, повторяю, уже давным-давно эти десятки тысяч жизней сохранять каждый год. Пока же этого не происходит, к большому сожалению, точно так же, как и по многим другим вопросам социального характера, которые в Государственной Думе рассматриваются. Сегодня будет рассматриваться еще один законопроект. о выплате ежемесячного пособия тем лицам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, за детьми инвалидами. Но это те люди, которые выполняют свою функцию, что называется, 7 на 24, без выходных, без проходных, без отпусков, и за это сегодня им платят, в лучшем случае, 10 тысяч рублей, ну а в худшем случае это взрослый инвалид, 1200 рублей. И вот эти семьи, которые выполняют, те люди, которые ухаживают, выполняющие важную социальную функцию, фактически замещающие государство, фактически экономящие ему дополнительные средства, сегодня живут в нищете, в откровенной нищете, потому что жить им приходится на эти 1200 рублей, плюс пенсию того человека, за кем он ухаживает. Это инвалиды там первой группы, а это, как правило, ниже прожиточного минимума. Это недопустимо, это неправильно, это, в общем-то, деформирует всю суд социального государства, которым провозглашена Российская Федерация в соответствии с Конституцией. И, к большому сожалению, этот законопроект, в данном случае он был внесен другой фракции, мы вносили чуть ранее, вновь поставлен на отклонение. Это недопустимо, это неправильно, и мы все-таки надеемся, что попытаемся убедить коллег из правящей партии в необходимости принятия и закона о детях войны, и закона, вводящего компенсацию для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, и необходимых изменений федеральных законодательств для учения финансирования системы образующих отраслей наших. Я повторюсь еще раз, это здравоохранение, это образование, это наука, потому что без этого говорить о развитии страны и говорить о будущем страны очень сложно.